10 декабря Государственная оперативная медицинская комиссия приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию в сфере медицины. На практике этот шаг нацелен на более свободную организацию больших и малых медучреждений. В случае Даугапилса это никак не отразится на оказание медицинских услуг. Чрезвычайная ситуация позволит руководителям больниц свободнее организовывать работу в случае наплыва пациентов с коронавирусом. Это касается как перераспределения больных по больницам, так и графика работы персонала, что особенно актуально в преддверии зимних праздников. По состоянию на 11 декабря в Даугапилско-региональной больнице на лечении находится 75 человек с COVID-19, средний возраст которых составляет 69 лет. Работу по причине заболевания или самоизоляции не могут выполнять 142 сотрудника больницы и поликлиники, хотя сейчас возвращаются многие из тех, кто находился на карантине. Все поступающие пациенты, равные как и персонал, проходят тесты на коронавирус прямо в ДРБ, получая оперативные результаты уже на следующий день. В стоматологической поликлинике, где веден особо строгий контроль ввиду тесного контакта с пациентами, услуги также предоставляются в полном объеме. Ситуация более благоприятна, чем та, которая наблюдалась весной, когда принимались лишь люди с острыми болями, то есть лечение не откладывается. Дезинфекторы установлены на всех этажах поликлиники, а на первом этаже есть бесконтактный распылитель. Помимо ультрафиолетовых ламп в кабинетах, закуплены и установлены пять бактерицидных ламп для общих помещений. Объявленная чрезвычайная ситуация в медицине пока никак не отражается на работе Даугатского медицинского центра здоровья детей, оказывающего услуги в полном объеме по предварительной записи. Соблюдается все меры безопасности, а те взрослые, которые пользуются здесь услугами семейных врачей, по-прежнему могут делать это в специально отвезенные часы. Руководители и специалисты всех медицинских учреждений отмечают, жителям стоит вести себя особенно сознательно в ближайшие праздники, так как необдуманные контакты на Рождество и Новый год могут привести к еще большему увлечению числа больных с COVID-19. Сюжет уготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапевской городской думы. Ситуация с COVID-19, в которой мы все оказались, вызывает немало негативных эмоций. Трудно осознать, что нет действий, выполнив которые, можно все исправить, вернуть привычный образ жизни. Это ощущение бессилия перед реальностью особенно тяжело переносится. Порой без помощи психолога не обойтись. Почти каждый третий латвиец признает, что ситуация с COVID-19 влияет на его психическое здоровье. Наибольшее влияние наблюдается в возрастной группе от 18 до 24 лет. По данным Делфи ЛВ становится больше молодых людей, которые считают, что текущая ситуация отрицательно сказывается на их душевном состоянии. Если в августе такой ответ дали 34%, то в ноябре уже 51%. Обзвонив несколько частных психологических практик, специалисты которых держат руки на пульсе душевного равновесия многих и многих, выяснили, что в основном психологи работают дистанционно. Консультации могут оказать, к примеру, по скайпу или зум. Почти все психологи, с которыми мы общались, отмечали увеличение числа клиентов, связанное с коронавирусной эпидемией. Клиентов было бы еще больше, но, как указала руководитель психологического центра Интенса Людмила Декена, за психологическую помощь тоже надо платить. Иногда мы делаем различного рода благотворительные акции, иногда мы, если видим, что у клиента есть огромная нужда, но он не может заплатить, мы делаем огромные скидки, такая символическая оплата. В свою очередь сертифицированный психолог в области клинической психологии Наталья Лютикова, Центр психологической помощи и реабилитации София, уточняла, что к ним обращаются клиенты, побывавшие в больнице, люди легкоранимые, те, кому трудно справиться со своими страхами и чувством тревоги. Кто-то ищет совета, как поддержать близких в сложной ситуации. На людей давит общая атмосфера, надо постоянно помнить о необходимости часто мыть руки и дезинфицировать их. Соблюдать правила социальной дистанции и носить маску. У людей возникают фобии, депрессии, развивается неуверенность в себе, все ли я правильно делаю и так далее. В пандемическую эпоху мы сталкиваемся с разными психологическими проблемами. На фоне режима самоизоляции бывает трудно избежать конфликтов с родственниками. Люди испытывают тревогу и неуверенность. Выводя человека из состояния, в котором он оказался, профессиональный психолог задает ему соответствующие вопросы. Все мы по-разному реагируем на запреты, навязанные извне. Необходимость не выходить из дома действительно является существенным ограничением и расценивается некоторыми как покушение на их свободу, что может вызывать протест. Психологи указывают, переживать ограничения и принимать их помогает понимание смысла ваших действий. Вы не просто сидите в четырех стенах. Вы делаете важное дело для всего человечества. Боретесь с пандемией, замедляя ее распространение и помогая выжить многим людям, включая ваших родственников и близких. В свою очередь, социальная служба города на данный момент располагает услугами двух психологов, которые работают на полные ставки. Один психолог работает здесь на одну четвертую ставки и один на половину ставки. По словам инспектора по кадрам соцслужбы Татьяны Юраны, пару лет назад вступил в силу новый закон, уже сточающий требования представителям этой профессии. Теперь психологи должны быть непременно зарегистрированы в регистре, периодически повышать свою квалификацию, проходить сертификацию и так далее. Между тем, зарплаты психологов социальной службы догупился невелики – 690 евро. Это бруто зарплата до вычетов налогов. Одним словом, большие требования при скромных доходах на тонкую душевную деятельность. Контингент социальных психологов известен. Безработные, дети-сироты, малообеспеченные семьи, лица с нарушениями душевного характера, дневного центра на улице Архитекту 21, погорельцы и так далее. На сайте самоуправления сообщается, что пандемия актуализировала проблему, связанную с детьми, которые могут остаться без надзора по причине состояния здоровья их родителей. В этом отношении обязующие правила самоуправления о поддержке в кризисной ситуации предусматривают поддержку детей до выздоровления родителей. Однако тут наравне с размещением, питанием и уходом за детьми. Вероятно, должна предусматриваться и психологическая помощь ребенку, который временно остался без родительской заботы. Сегодня жители Латвии, как никогда ранее, нуждаются в психологической помощи. Отрадно, что существует возможность получить такую поддержку бесплатно, не выходя из дома. На помощь приходят телефоны доверия. За удаленной психологической помощью медики и полицейские могут обращаться по телефону 2455-1700. Номера телефонов кризисной службы «Скалбес» для жителей. Плюс 371-67222-922 и плюс 7127-7222-922. И, конечно, психологической помощи нуждаются дети. Психолог. Телефон доверия «Центр по защите прав детей» Мария Сорокина уведомляет, что этот телефон звонит не переставая. Дети не меньше взрослых обеспокоены ситуацией с пандемией. Немало школьников, для кого переход на дистанционное обучение обернулся стрессом. Психологи оказывают поддержку и детям, и их родителям. Номер круглосуточной линии 116-110. Поддержку обществу предлагают и религиозные организации. Так, католическая церковь запустила телефон доверия, на котором работают духовные сестры. Номер церковного телефона доверия плюс 371-28-49-5847. Звонить можно с 9 до 21.00. Потребность получить психологическую помощь по телефону особенно актуальна для людей, которые оказываются в одиночестве. Для них лучший психолог поддержки является простой разговор. Но когда поговорить не с кем, на выручку придет телефон номера линии, пару назвать им. 2-6-5-6-4-5-6-4. Телефон для тех, кому просто не с кем поговорить. Телефон доверия и кризисные телефоны продолжают работать, и готовы помочь каждому, набравшему их номер. Человек не должен чувствовать себя одиноким и забытым. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на неделе с 4 декабря по 10 декабря в Латвии было зафиксировано 4 399 случаев заболевания. 69 человек умерло. Таким образом, с момента начала пандемии болезнь обнаружена у 23 706 человек. Новый антирекорд заболеваемости на этой неделе не был отмечен, но были отмечены рекорд смертности. 7 декабря в Латвии скончалось 16 человек. Мы связались с руководителем Дагупилской региональной больницы, который отметил главные тенденции развития распространения коронавируса в Дагупилском регионе. Одна немного успокаивает. По чуть-чуть остановилось массовое распространение инфекции среди работников, что дает надежду тому, что мы все-таки в праздничное время, начнем год все-таки без сверхперегрузок. И, как статистика показывает, сейчас пока заболевает одна группа работников, выходит уже на смену вторая, грубо говоря, идет замещение. Поэтому, в принципе, таких глобальных проблем, острых, массовых вспышек, как у нас было раньше, мы локальных, мы уже не наблюдаем. Другая, к сожалению, удручает. Очень частые летальные исходы. Это не связано с тем спектром медицинских услуг, что обеспечивают коллеги, потому что, связываясь с нашими коллегами из университетских больниц и рассказывая тот ход именно лечения и все эти именно применяемые тактики, было признано, что мы делаем все возможное, делается качественно. И ставить под сомнение именно качественности квалифицированных специалистов смысла нет. К сожалению, очень часто в запущенных случаях мы бессильны практически сделать что-либо. Чтобы предовратить такие ситуации, глава ДРБ еще раз напоминает, нельзя пренебрегать услугами семейных врачей. Достаточно звонка и общего рассказа о состоянии здоровья. Главное детально все-таки описать самочувствие, чтобы доктор мог максимально четко понять и принять решение, надо ли, допустим, последующий визит к кому-то еще врачу, или достаточно просто отдаленно посоветовать какое-то определенное, допустим, лечение. В то же время откладывать обследование в страхе пандемии глава больницы не советует. Важно, соблюдая все меры безопасности, обследование все же провести. Это одна из тенденций, которую мы сейчас наблюдаем. Массовый отказ и неявка на плановые услуги. Массовая неявка на обследование, на консультации специалистов. Люди из-за страха инфицироваться, которые распространяются больше на уровне социальных сетей, сами себе же и вредят в недоступности исследований, которые могли бы выявить какие-то заболевания, которые потом осложнят их состояние, на фоне которого, возможно, они еще быстрее будут подвержены риску инфицирования коронавируса. Это очень цикличная проблема. Поэтому самое главное сейчас людям все-таки довериться тем специалистам, которые, как никто, прекрасно понимают, о чем идет речь, и кто напрямую ведет войну с этим всем. Имеются в виду медики, семейные врачи. Поэтому и как-то максимально отстраняться от самоврачевания. Хотя проведение культурных мероприятий во время чрезвычайной ситуации ограничено, некоторые учреждения, соблюдая строгие меры безопасности, продолжают или возобновляют свою работу. В настоящее время в Давгупилсе можно посетить краеведческий художественный музей, Центр гончарного искусства, Латгальскую центральную библиотеку и ее филиалы, а в субботу, 12 декабря, снова откроет свои двери арт-центр имени Марка Ротко. Давгупилчане с удовольствием берут книги и другие печатные издания для чтения дома. Наиболее востребованными традиционно являются любовные романы и детективы. Интерес вызывают также исторические, биографические и художественные произведения, мемуары выдающихся личностей, а также произведения в жанре приключений, фэнтези и фантастики, предпочтение которым отдает молодежь. По мере приближения праздников, все больше внимания уделяется книгам о Рождестве и Новом Годе. Выбор книг действительно широк. Более тысячи новых печатных изданий на латышском, русском и английском языках. Новинки также ожидаются в декабре. Во многих мероприятиях библиотеки можно участвовать в режиме онлайн. Начиная с субботы, 12 декабря, прием ответственных посетителей возобновляет Аугупилский арт-центр имени Марка Ротко. Здесь можно будет осмотреть постоянную экспозицию Марка Ротко «Жизнь и искусство», а также семь сменных экспозиций, в которых представлены работы местных и зарубежных художников. Всех посетителей просят правильно использовать маски, соблюдать дистанцию, а также воздерживаться от посещения центра при наличии признаков заболевания верхних дыхательных путей. В начале декабря после перерыва возобновил работу Даугупилский краеведческий художественный музей и Даугупилский центр гончарного искусства. В настоящее время они открыты для индивидуальных посещений. В центре гончарного искусства представлена выставка керамики 10х4, посвященная 40-летию студии народного прикладного искусства Латгала и десятилетию центра. В музее также можно посмотреть несколько интересных и оригинальных выставок искусства и истории. Необычное сочетание предметов из стекла и кожи, такие разные вместе. Не остались без внимания художники Даугупилса. Наибольшей популярностью у посетителей пользуется интерьерная выставка в квартире советских времен. Сотрудники отмечают, что большинство гостей в последнее время выбирают времяпровождение на свежем воздухе, поэтому посещают не музей, а его дворик, где можно увидеть рождественскую инсталляцию «Музейная белая сказка». Она дополняет сказочный мотив, который в этом году доминирует в праздничных украшениях города. Покидая дом, жители призывают соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы ничто не омрачало праздники. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.